Добрый вечер. Слушайте, знаете, я всегда, когда с Ринатом мы встречаемся, я могу его заслушиваться. И он просто сидит, разговаривает. Он говорит, ну ты вопрос мне задай какой-нибудь. Я говорю, зачем ты? И так все прекрасно рассказываешь. У тебя все прекрасно получается. Коллеги, я очень рад. Большое вам спасибо, что вы уделили самый ценный ресурс, который у вас есть. Это ваше время. И в этом смысле на нас, на организаторах, лежит большая ответственность за то, чтобы это время прошло для вас с пользой. Я вижу улыбающихся Викторию Петрову. Это человек, который на меня произвел нереальные, невыгладимые впечатления. И отчасти являлась для меня таким, знаете, маяком, когда я занимался профессионально, был вице-президентом по стратегии и управлению персоналом. Вика, огромное тебе за это спасибо. Имею честь и возможность тебе высказать это. Вот. И всегда я с огромной теплотой вижу тебя и всегда об этом говорю. И так случайно мы здесь увидели все. И, наверное, у нас будет такой классный сегодня разговор. Мне бы не хотелось ничему сегодня учить, но мне бы хотелось попробовать дать вам возможность подумать. заглянуть в некоторое внутрь себя, да. Так как мы говорили о влиянии бизнеса и личных стратегий вообще на нас, на всех, да. То я, как человек, позиционирующий себя, как Роман Дусенко, управление по ценностям, могу сказать такую простую вещь, что любой бизнес – это мечта собственника, упакованная в стратегию, так сказать, кастрированная своими ограничениями. Почему это так? Скорее всего, мы понимаем, что мы вообще живем в мире ограничений, да. Я хочу быть одним, а социум вызывает меня быть другим. Я хочу делать одно, а жизнь заставляет меня другое. И мне кажется, было бы классно начать с простого вопроса самому себе. Я приготовил четыре вопроса, может быть, в конце у нас еще будут, и походу, пока мы говорим, просто попробуйте их там у себя внутри поразмышлять, а в результате так или иначе у нас появится какая-то встроенная система, которая приведет нас к некому такому как бы прототипу, какое-то, наверное, представление о самом себе в проекции нашей сегодняшней темы. И первый вопрос – о чем чаще всего я думаю? Просто вспоминайте, записывайте, да, а я продолжу с вами говорить. В моей жизни было, если говорить немного о себе, таких три небольших витка жизненных, которые… Я сейчас нахожусь на третьем этом витке. Знаете, сразу привожу коуч-сессия, клиент, я как коуч, и я чувствую, что, знаете, разница между… Вот такой российской школой коучинга, которая сейчас появляется, где она говорит, коуч может проявлять себя. И такой западной школой коучинга IFC, где… ICF, вернее, прошу прощения, где там нужно очень быть аккуратным, очень нежным, держать такую дистанцию между своим мнением и о том, что говорит человек. И вот как-то один руководитель, по сути, пришел с запросом, что же ему делать, и фактически вот он уже все, мы уже подошли к решению, вот оно решение, вот оно. А он все время увиливает. Я говорю, слушай, и тут, знаете, вот бывают такие провокационные вбросы. Я говорю, слушай, а ты на рыбалке был? Он такой замешивался, он говорит, да. Я говорю, помнишь рыбу, которую ты держишь в руке, вот ты вот ее поймал, что она хочет сделать? Он такой выскользнул. Я говорю, так и ты сейчас выскальзываешь. Решение, вот ты его видишь, ты уже проговорил, но ты выскальзываешь. Поэтому три решения в жизни, три моих витка карьеры. Первое решение – деньги. Мне хотелось зарабатывать деньги. Это было студенчество. Это была первая компания, зарегистрировала в 92-м году. И однозначно все строилось таким, как бы вокруг денег все явилось. Нам было все равно, чем заниматься, просто деньги. Крах, банкротство. Даже трудно себе представить, что тогда кредит, который мы взяли, и который уничтожил, у нас был под 180% годовых. Было интересно. И в тот момент, после того, как все закончилось, бизнес, я начал заниматься сам снова, учиться. Тогда я получил второе высшее образование в области финансов. Я получился в Соединенных Штатах, в университете Аляски. И случайно, для того, чтобы дальше мне нужно было куда-то ехать, по-моему, в Японию мне нужна была кредитная карта. Тогда не у каждого она была, и нужно было ее сделать. Я зашел в ближайшее отделение банка и встретил ту самую руководительницу отдела, которая выдавала нам тот самый злосчастный кредит. И, в общем, мы с ней разговаривали, я уже был в Штатах. Она говорит, ну, давай закроем банк, посидим. Я говорю, как банк? Это клиенты. Я говорю, да что клиенты там? Ну, и вот, в общем, она говорит, я говорю, слушай, так нельзя. Она говорит, а как нужно? Я говорю, вот так, так, так. Она говорит, ну, приходи ко мне, у меня есть должность замуправляющего. И вот на 13 лет я зашел в банковский бизнес. Я был руководителем нескольких российских банков. Я участвовал в крупных слияниях и поглощениях. Это тот Росбанк, который сегодня существует, мы его делали в 2005 году. OTP-банк в 2007 году. И у нас был свой собственный банковский проект. Тогда мы начинали одновременно с Тинькофф-банком. Там даже статья Forbes вышла о том, какие банки появлялись. Вот, мы удачно. Так получилось, что я в целом концентрировался на M&A. То есть, сделки по продаже финансовых активов. И, наверное, вот в тот момент, когда я с ней разговаривал, в той переговорной комнате маленького доп. офиса, я принял решение, я хочу быть руководителем банка. И я еще на работу в банк не пришел. Там первые два года я спал с книжкой «Банковское дело» под подушкой. Но так оно и произошло. Это вот такие решения, которые предопределяют наши стратегии. И третье решение. Я уже учился в бизнес-школе Сколково. И мне захотелось быть просто консультантом. Я просто думаю, о, я хочу быть бизнес-консультантом. И последние 10 лет я как раз этим и занимаюсь. И сегодня я специализируюсь на личных и бизнес-стратегиях компаний. И для меня однозначно, что личная стратегия – это есть прототип или прообраз, или это основа, или фундамент бизнес-стратегии компании. Если это крупная компания, где аборт или много акционеров, то это личная стратегия директора. И если неформализованная компания, где предприниматель является самым собственником, это его личная стратегия. И здесь очень главное найти ее, почувствовать. Как-то перед тем, как я запустил свой проект по консультированию, у меня был еще такой предыдущий проект, небольшой. Я им занимался три года. Это «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. Когда я работал в банке, мне было очень интересно исследовать причины, почему одни люди становятся успешными, другими нет. И я провел серию порядка ста интервью. В Ютьюбе они, кстати, все есть. Там «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. И вот Олег Туманов, основатель Иви.ру, он мне говорил, «Знаешь, можно всю жизнь идти правильной дорогой, но оказаться в неправильном месте». И мне эта фраза очень сильно запала, и я стараюсь как бы в жизни своей этой миссии следовать, помогая людям все-таки идти правильной дорогой и оказываться в правильном месте. Если виртуально или визуально как-то себя представлять, знаете, ты стоишь в проеме двери, протягиваешь человеку руку, я говорю, слушай, хочешь, пойдем, вот там есть твой другой уровень жизни. Если тебе интересно, я могу тебя туда проводить. Как-то так.